Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Как взыскать долг с государства? Об этом мы говорим сегодня с нашей гостьей, начальником отдела организации контроля за исполнением решений, управления государственной исполнительной службы, главного территориального управления юстицией в Запорожской области Инна Ипанчук. Инна, здравствуйте! Добрый день! Давайте для начала приведем несколько примеров, когда граждане могут требовать, взыскивать долг государства. Согласно закону Украины о гарантиях государства относительно исполнения судебных решений, который вступил в силу с 1 января 2013 года, государство гарантирует заявителям исполнение определенных видов решений. В основной своей массе это решения, по которым должниками являются государственный орган, государственное предприятие или же хозяйственное общество, в основном в фонде которого 25% и более принадлежит государству. Это вид решения имущественного характера, то есть где необходимо взыскать какую-то определенную сумму в пользу взыскателя, или же решения обязательного характера, то есть неимущественного. Это в основной своей массе, когда решением обязывают должника учинить, совершить какое-либо действие, или же воздержаться от его совершения учинения, или же запрет осуществления этих действий. В основной своей массе это решения обязательного характера, где органы пенсионного фонда, органы социальной защиты населения обязывают провести определенные начисления и выплаты пенсии или других социальных выплат определенным категориям граждан. То есть это в основной своей массе лица, которые имеют статус дети войны, лица участники боевых действий и лица, которые являются участниками ликвидации последствий Чернобыльской атомной электростанции. То есть вот это вот основная масса, три категории граждан, заявители, которые имеют возможность исполнить такое решение суда. Какие документы необходимо подавать для исполнения судебных решений, в котором должником выступает непосредственно государственный орган? Да. Значит, вот, как я сказала ранее, закон вступил в силу с 1 января 2013 года. Но очень много масса решений, которые вступили в законную силу до этой даты, до 1 января 2013 года, оказались неисполненными. И наше государство, вот, Кабинет министров, принял постановление 3 сентября 2014 года, номер 440, которым утвердил порядок погашения решений, вот, заявителям этой категории. И согласно этого порядка, заявители, которые имеют вступившие в законную силу решения до 1 января 2013 года, подают в органы Государственной исполнительной службы следующие документы. То есть заявление о принятии к исполнению решения, в котором он указывает пути получения денег, которые ему подлежат по решению суда. Это может быть или же реквизиты счета в учреждении банка, или же он указывает данные с просьбой перечислить деньги в наличной форме через предприятие отделения связи. Это вот первый документ, заявление. То есть на почту, грубо говоря. Да, возможно, получить почтовым переводом. Но, как показывает практика, может быть, я немножко забегу вперед. В принципе, для удобства лучше указывать реквизиты счета в отделении банка. Затем предъявляется или же судебный документ, исполнительный документ, или же решение суда. Третий вид документа – это справка о присвоении заявителю регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Если же заявитель по каким-либо причинам отказался от получения этого номера регистрационного, то в паспорте должна быть отметка соответствующая. Тогда эту справку предоставлять не надо. И последний документ – это копия паспорта. Вот к последним двум документам – копия справки, копия паспорта – никакие определенные требования не предоставляются к оформлению, просто ксерокопия. А уже к судебным документам есть определенные требования. Вот вообще каким образом заявители могут подавать эти документы в соответствии с постановлением Кабмина? Ну, в постановлении не установлен четкий порядок. То есть, в принципе, это возможно отправлять по почте. У нас в Запорожской области, это во всех областях по Украине, в управлении государственной исполнительной службы, главного территориального управления юстиции в области. То есть у нас в Запорожской области. Управление находится по адресу город Запорожья, проспект Соборный, 164, почтовый индекс 69-107. Это здание Запорожской областной госадминистрации. В принципе, если же заявитель желает лично подать документы, то, учитывая именно социальное значение этих решений, и в первую очередь, что в основной своей массе это заявители достаточно такого преклонного возраста, специалисты управления принимают эти документы лично у заявителей в рабочие дни, это с понедельника по пятницу, с 9 до 13 часов тоже по этому адресу. То есть заявитель может подать эти документы лично. Какие действия вообще совершает исполнительная служба по судебным решениям указанной категории? Согласно постановлению, как я уже сказала, во всех управлениях государственной исполнительной службы в областях, распоряжением руководителя управления определенные специалисты, на них возложены обязанности именно учета, инвентаризации вот этих вот видов решений. То есть при получении документов специалист проверяет их правильность оформления в соответствии с требованиями закона. То есть если есть какие-либо недостатки, то документы возвращаются заявителю с разъяснением, что надо исправить, какие внести изменения. И после чего заявитель, исправив эти недостатки, может их повторно предъявить. Если же все составлено, оформлено правильно, то специалист вносит данные об этом документе в реестре решений, исполнение которых гарантируется государством. О чем направляется в течение семи рабочих дней уведомление? Как заявителю, так же и должнику. Но к уведомлению, которое направляется должнику, еще прикладывается копия вот этого вот судебного документа. Должник, получив эту копию документа, должен сообщить специалисту управления Государственной исполнительной службы о том, что решение исполнено или же не исполнено. Если оно не исполнено, то указывается, какая сумма начислена по этому решению суда. Этот документ должен быть обязательно тоже заверен оттиском гербовой печати должника. Документы возвращаются в управление, и о чем вносятся вот эти данные именно в реестр? Или же решение исполнено, или же не исполнено. Если решение исполнено, данные о заявителе исключаются из реестра, документы возвращаются. Если же не исполнено, то же вносится эта сумма, и документы передаются для дальнейшего погашения и исполнения в органы Государственной казначейской службы. А вот по вашему опыту, какой срок обычно занимает погашение задолженности? Есть ли какие-то определенные сроки? Вот смотрите, именно погашение задолженности по этим решениям судов предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета министров. И вот в связи с законом о гарантиях государства относительно исполнения судебных решений, вот с 2013 года в государственном бюджете на текущие годы предусматривалась по специальной программе определенная сумма для погашения этих решений. Но, к сожалению, этой суммы было недостаточно. И, скажем так, все те документы, которые предъявлены к нам в управление и переданы в казначейство, они были не исполнены. То есть денег было недостаточно. Единственное, что вот в этом году начался процесс, вот 20 апреля состояло совещание под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, где вот как раз были обсуждены вопросы, каким образом соблюдаются государством гарантии относительно решений. Было заявлено, что вот в 2017 году предусмотрено в бюджете 500 миллионов именно для погашения этих решений. И хватит ли этой суммы? Хватит. Но, скажем так, я не могу сказать по всей Украине, по Запорожской области этого будет достаточно. Вот, допустим, с сентября 2014 года по настоящий момент вот к нам обратились заявители, вот эта категория, о которой я говорила, 24 тысячи с лишним документов. И мы передали в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Запорожской области свыше 19 тысяч документов на 28 миллионов 320 тысяч. Поэтому, если этой суммы будет достаточно, которая определяется для Запорожской области, то есть надежда на то, что все заявители, которые обратились, получат. Может быть, не в этом году, но уже процесс идет. Ну, в какое-то ближайшее время. Спасибо огромное. Так, дорогие друзья, у нас в гостях была Инна Панчук, начальника дела организации контроля за исполнением решений Управления Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции Запорожской области. Управления Государственной службы Главного территории